Приветствую на канале Фарнаксфилм. У нас сегодня премьера новой рубрики, мы ее назвали просто короче. Здесь мы будем публиковать весь интересный материал, который ранее не вошел в наши ролики, либо тот материал, на котором мы хотели бы сделать отдельный акцент. И сегодня интереснейшая тема, невероятный собеседник Константин Бессонов, генеральный конструктор компании ТМФ. Будем обсуждать окаленообразование и стоит ли вестись на необычные марки стали при покупке печей. Смотрим. Накинем на вентилятор? Ой, накинем. Да? Да. Есть такое понятие температура начала интенсивного окаленообразования. Смысл в чем? Что у разных сталей есть разная точка температуры начала интенсивного окаленообразования. И жаростойкость, она измеряется в граммах. Ну, на определенную температуру закладывается образец металла, жаростойкой стали или черной стали, или чугуна, и металл нагревается выше температура начала интенсивного окаленообразования. И мы увидим, что этот образец металла, ну, стали для простого или чугуна, он будет покрыт вот таким рыхлым слоем окалины. Есть два метода измерения жаростойкости. Либо мы взвешиваем заранее этот образец холодный, затем можно либо взвесить его с окалиной, либо оббить окалину и взвесить вот этот оставшийся образец без окалины. Мы там увидим на весах интересное преобразование, что образец с окалиной стал тяжелее, чем мы его туда клали в печку, и без окалин он стал легче, за счет чего увеличивается масса вот этого образца, или печки, которая эксплуатируется в реальных условиях, за счет кислорода, который вступил в химическую реакцию с железом. Вот это окалина, это разные виды оксида железа, и вот речь идет примерно об этом. Когда вы накаливаете изделие из металла выше температуры начала интенсивного калинообразования, да, кислород воздуха вступает в реакцию с железом, и из воздуха оказывается химически связанным с молекулами железа. Но не перекаливайте печи до температуры начала интенсивного калинообразования. Для черных стали это где-то 350 градусов, 400, для жаростойких стали это вот 750, там до 1100, ну так что это фуфло все, глупости полные. Так, не уходите, впереди очень интересно. Продолжение темы окалинообразования и сжигания кислорода, давайте перейдем вот непосредственно к металлам. В чем разница между обычной конструкционной сталью и невероятно крутой, разрекламированной многими производителями стали 0.9 Г2С? Вот прям котловая же сталь-то. Для меня это является такой загадкой. Я с удивлением смотрю, как многие производители в основном банных печей говорят, что наши печи изготовлены из стали 0.9 Г2С. По материаловедению у меня тоже, по-моему, пятерка была в институте. Если посмотреть диплом где-то, пыль с ним вздуйте, скорее всего, там пятерка обнаружится. Вот на кафедре материаловедения много чего рассказывали в НЭТе ныне НГТУ. Рынок жесткий, надо конкурировать. И когда человек-покупатель приходит в магазин, говорят, из чего? Из черняхи. Ну как-то грустно, да? А это что, жаростойкой? Ну вот что-то очень дорого, да? И поэтому надо отдать должное предпринимательскому духу наших коллег-конкурентов. Они изобрели такую очень хорошую штуку, вот продвигать стали 0.9 Г2С. Для неискушенного обывателя, который пришел в печку, да? Ну, чернуха звучит как-то так себе, да? А вот тот же самый обыватель, которому говоришь 0.8 Х18 или 0.9 Г2С, ну это практически равновесные такие, умные звучания, да? Но покажите мне хоть кто-нибудь из тех, кто вот сейчас на меня гневно набросится, не знаю, с комментариями, что у стали 0.9 Г2С есть какие-то особенные жаростойкие свойства. Их там нет. Эта сталь специально создана для работах в условиях низких температур. Она подвержена более низкому охрупчиванию за счет входящих туда легирующих элементов. То есть это такая же черная сталь, но благодаря содержанию вот некоторых легирующих элементов, не будем головы заморачивать, она не охрупчивается на морозе. Ну, наверное, есть практический смысл для банных печей из 0.9 Г2С. В том случае, если вы будете хранить печку в морозильнике, она там точно не треснет. Другие достоинства я там не знаю, правда. Вот, эта сталь предназначена для низких температур. Она более пластична. Никаких жаростойких свойств нету. Но если говорим про сталь, что самый популярный из нескольких легирующих элементов, которые используют для повышения температуры интенсивного начального окаленообразования, это хром. Есть еще несколько элементов, которые влияют на жаростойкость стали. Но в основном это хром. И есть некое минимальное содержание хрома, после чего сталь считается формально жаростойкой или окаленостойкой. Но другие элементы, кроме хрома, на это не имеют никакого влияния. Они там повышают пластичность или там еще чего-нибудь от охрупчивания, как 0.9 Г2С на морозе. Но практического смысла там нет никакого. Ну вот, по-моему, все предельно понятно. Если вы с чем-то не согласны или есть что добавить, обязательно пишите к нам в комментариях. Заглядывайте почаще в наши оставшиеся социальные сети. Там мы тоже обсуждаем интересные темы. Ну и если вы еще не подписались на канал, самое время сделать это и поставить значок уведомления, чтобы не пропустить самый сок, самое интересное. Ну а мы с вами прощаемся на сегодня. Счастливо! 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 Счастливо!